Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Хвала Аллаху. Чудесно. Мой прекрасный мальчик. Выглядишь отлично. Да хранит тебя Бог. Славу ему, что дал мне увидеть тебя таким. Тетя, дорогая, пусть Бог никогда нас не разлучит. Жаль, моя покойная сестра этого не видит. Ты в смокинге. Она доверяет твоему вкусу. Мама! Мам, спускайся! Мы уже идем! Не кричи, дорогая, мы идем. Пошли, пошли! Пошли. Ты такая красавица, глаз не оторвать. А как тебе букет? Просто замечательный. Это что за красота на тебя? Отлично выглядишь. Спасибо. Мерза, но разве она не хороша? Конечно. Ну где же они? Сам не знаю. Ты похож на воробушка. Идем, султан, идем. Вы посмотрите на него, ты просто неотразим. Красавец. Глаз не оторвать. Да ты просто кинозвезда, брат. Спасибо, брат. А ну повернись. Ну хватит. Черт, в рот попал. Пора. И мне давай. Дочка, возьми, я сама сделала. Спасибо. Идем. Вперед, вперед, вперед. Хвала Аллаху. Мерза, шевелись, дорогой. Бей барабан, играйте музыку. Отвезем жениха к невесте. Бей барабанщик. Давай, давай, давай. Дорогой мой. Я захожу. Пошли. Заходим. Заходим. Ну, где моя невеста? Асуман? Идем. Асуман? Где она? А, это счет. Где мой бумажник? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жизнь, она как еда. Иногда сладкая, иногда сладкая, иногда кислая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Понимаете, о чем я? Когда ешь острая, кажется, пожар во рту будет вечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И ты ищешь что-то, чтобы потушить его. Пробуешь сладости, солености или пьешь воду. И больше эти вкусы не будут прежними. Ведь ты сжег все вкусовые рецепторы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он теперь будто зомби. Тише, он услышит. Султан, Султан, это тяжкое бремя для всех нас. Да не ори ты так. Это только начало. Говорю тебе. Султан, не слушай ее. Все будет нормально. Боже, дай мне терпение. Уверена, не помирятся. Асуман наверняка сейчас в слезах. Дай бог. Я не сразу это поняла. Это что? Но я чуть не уничтожила свое будущее. Что там? Я не поверила, когда услышала, что вы творите чудеса, доктор любви. Вы вошли в мою жизнь в самый подходящий момент. Асуман пришла ко мне за советом. Это было накануне ее свадьбы. И она не была уверена в своем решении. Самым правильным решением, которое я когда-либо принимала, было прийти к вам. Моя жизнь обрела смысл. Я сбежала со своей свадьбы три дня назад, сбежала и освободилась. Асуман не хотела выходить замуж. Она решилась на это только из чувства долга перед женихом. Не это ли величайшая человеческая ошибка? Чувствовать себя обязанным. Если есть хоть малейшие сомнения, отношением конец. Но это чувство долга вынуждает нас продолжать их. Оказалось, что все мои мысли были только о нем. И я забыла о себе. Асуман, и ты веришь этому проходимцу? Сестра. На самом деле я поняла это в ту же минуту, как увидела свое платье. Слышите? Это как раз то, о чем я говорил. Асуман давно поняла, что отношения обречены. Да, вы абсолютно правы. Прямо сейчас я хочу обратиться к экс-жениху Асуман. Теперь Асуман со мной. И я всегда буду рядом с ней. Я помогу ей залечить ее сердце, как и всем, кто приходил до нее. Отношения требуют усилий. Асуман пришлось уйти. И это не ее вина. Это ваша вина. Человека, ничего не знающего о любви. Вы должны учиться любви так же, как учились, в детстве ходить, говорить и есть. Вы не умеете любить женщину, мой дорогой друг. Вы не умеете любить, и точка. Держу пари. Если бы я спросил о вашей любимой еде, вы бы и на это не смогли дать ответ. Потому что вы не живете. Вот вам мой дружеский совет. Не приближайтесь к женщине, пока не узнаете, что такое любовь. Я знаю наперед. Вам никогда не заставить женщину влюбиться в вас. Ни одна женщина не полюбит такого бездаря, как вы. Фират. Мальчик мой. Фират. Фират. Дорогой. Фират. Тетя зовет меня психом, потому что в ярости я неудержим. Но в этот раз я превзошел сам себя. После короткой паузы доктор любви изменит вашу жизнь. Перерыв пять минут. Так, все убираем. Прекрасно, доктор. Доктор. Мне нужно больше света. Конечно. Доктор любви, я бросила жениха, но что если он... Отведите госпожу Асуман в гримерку, у нее лицо блестит. Асуман, я провожу вас. Фират. Фират, стой. Не надо. Брат, брат, стой. Нельзя так, прошу. Послушай меня. Фират. Где он? Сейчас мы его уведем. Съемки закончились. Где этот чертов ублюдок? Я его достану. Прекратите. Отвали. Отвали, сказал. Ладно, ладно, мы уходим. Стой. Фират, стой. Куда ты, Фират? Все нормально. Отпустите. Мы уходим. Да ради бога. Стой, стой. Фират. Совсем крыша поехала. Остановись. Вмажь я тогда этому доктору любовь по морде. Возможно, все не зашло бы так далеко. Рад, забудь. Даже если найдешь его, что ты собрался делать? Только проблем себе наживешь. Зачем тебе это надо? Так, давай остынем. Я знаю одно местечко. Доверься мне. Я все устрою. Давай. Пойдем. Рафи, брат. Оставим прошлое, ребята. Давайте выпьем за будущее. Точно. За первый день новой жизни пирата. Давай, давай, давай. Я выпью за это. Да. Послушай, брат. Ты можешь начать все с чистого листа. Совершенно верно. Ты лев, дружище. Ты огромный и сильный лев. На что ты уставился? На твою баранью башку. Что ты сказал? У меня украли невесту. И гнев от того, что я не смог найти ворот, только рос. Я просто должен был опустить кому-то стул на голову. Это напоминает нам о том шокирующем видео, снятом турецкой знаменитостью. Тот ужасающий поступок Мерткана, Бахара и его друзей. Будто издеваясь, они утверждали, что были приняты все меры предосторожности, после чего приступили к делу. План не удался. Но, несмотря на это, нельзя простить этому человеку такую жестокость к животному. Он не может остаться безнаказанным. Теперь его фанатам больно на него смотреть. Знаменитый актер разрыдался у всех на глазах. Ну а популярный коуч, доктор любви, был пойман нашей камерой на выходе из ресторана госпожи Нас. Под ручку с единственной дочерью семейства Сайон. Господин Тайлан, прокомментируйте. Пожалуйста. Господин Тайлан, скажите что-нибудь. Господин Тайлан, вы пора? У нас все отлично. Когда свадьба? Господин Тайлан, прокомментируйте. Скажите. Хорошего дня, ребята. Господин Тайлан, ответьте. Господин Тайлан, всего пару слов. И это стало последней каплей. В тот момент я принял решение. Так же, как он украл мое счастье, я украду его. Он хотел научить меня любви, но скоро пожалеет о том дне. Парижский бриз в Стамбуле. Открылся французский ресторан Нас Сайор. На его открытии Нас сопровождал ее возлюбленный, известный коуч Тайлан Дюни Бакан. Знаменитости из мира искусства и бизнеса собрались в одном месте. Французская подруга представила свои простые, но стильные блюда. Что для вас кулинарное искусство? Приготовление пищи для меня – это не просто сочетание правильных ингредиентов. Это как создание произведения искусства красками, данными самой природой. Это мой способ самоисцеления. Я бы даже сказала, что это для меня основа жизни. Я украду у доктора Любовь его пассию Нас. Нас Сайор. Образованная, умная, воспитанная и довольно привлекательная. Будто не человек, а богиня. Но богиня со слабостью. Она помешана на порядке. Ее правилам и требованиям никто не может соответствовать. Заглянуть за ее стены труднее, чем взобраться на Эверест. Нас Сайор – крепкий орешек. Нет, даже хуже. Железная леди. Если я свет, то она тьма. Если я огонь, то она лед. Музыка. Холодь. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Доброе. Доброе утро, госпожа Насс. Доброе. Это грязное. Поменяйте, пожалуйста. Прошу прощения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Погладьте это еще раз. Госпожа Нихал приедет на ужин. Но у нее аллергия на тюльпаны. Вместо них будут желтые розы. Флорис привезет их сегодня. Да, госпожа Насс. Доброе утро, госпожа Насс. Доброе, Кандемир. Вы всегда помните, кто что любит. Я училась у лучшего метрдотеля. Вы очень добры. Госпожа Нихал приедет на ужин. Она для нас важнее президента США. Их помощь... Я займусь ею персонально. Не беспокойтесь. Хорошего дня. И вам. Позвольте. Благодарю. Доброе утро. Доброе. Удачного дня, друзья. Спасибо, госпожа Насс. Доброе утро. Доброе утро, шеф. Вы готовите конфит? Да, госпожа Насс. Я это не добавляю. Прошу, следуйте рецептуре. Бурджу, не пережгите крем-брюле перед подачей. Конечно, госпожа Насс. Давайте добавим сахар до малины, чтобы он карамелизировался с маслом и не высушил малины. Музу, госпожа Насс. Им понравится меню. Увы. Партнерство с фондом отменилось. То есть как? Я сама не понимаю. Ничего не предвещало. Как гром среди ясного неба. Да и что могло случиться? Что они сказали? Ничего. Просто решили продолжить работать с теми, с кем работали. Это всё, что сказали? Нужно скорее найти хорошего шеф-повара. Иначе все начнут от нас шарахаться. Согласна. Но что нам делать? Кого нам выбрать из тех кандидатов, что стоят и ждут за дверью? Может, привезти шефа из Франции? Это серьёзно. Да, к нам ещё ходят днём, но вечером гостей не будет. И этот шеф больше упрямится, чем работает. Насс, дорогая. Я знаю всё это. Я в курсе наших проблем. Но никто больше не хочет работать за такую зарплату. Это максимум за наши деньги. Больше мы предложить не можем. Может, нам бросить всё? И продавать фрикадельки от нас?